Привет-привет, с вами Астрома, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем играть в Тайлс Уз Истерия. Нашел я Логрин, побегал по локациям, немного подкачался, подфармил денежек, и мы можем продолжать движение дальше. Мэйвин, старина! Приветствую, Сарея и госпожу, отлично выглядите. Я рад, что нашел тебя, ты узнал что-нибудь о Маотелусе? Переходишь сразу к сути? Боюсь, ничего такого я не узнал. Послушай, Мэйвин, я понимаю, что это нарушение табу, но Саре единственный пастырь, который у нас есть. Прошу, помоги ему, чтобы он мог пройти свой путь без сожалений. Мэйвин, ты слышишь их? А? О чем ты говоришь? Летописец, ты нам нужен. Ясно, значит, это нынешний летописец времен? Летописец? Должно быть, в этот раз вы влипли по-настоящему, да? Я не стану с этим спорить. Я помогу вам. Но ты понимаешь, что это значит, верно? Да. А ты грозная барышня. Все, я уже ничего не понимаю. Серьезно. Лайла, Мэйвин, может кто-нибудь объяснить, что происходит? Маа, мать. Минутку. Ты ведь понимаешь, какое важное решение сейчас мне предстоит? Постой, речь о табу, о котором говорила Лайла? Все верно. Позволь мне, как исследователю, дать небольшой совет. Если что-то не сходится, то разумно сделать вывод, что какая-то часть головоломки, но все же упущена. И еще, реликвии можно найти не только в руинах. Не забывай об этом. Ты говоришь об осколках мировой истории? Это правда, с их помощью мы смогли кое-что узнать. А что именно тебе известно? Пока вам нужно продолжать поиски и полагаться на инстинкты, все остальное вы узнаете в свое время. Почему нельзя просто дать прямой ответ? Я буду здесь. Возвращайся, когда чего-то добьешься в своих поисках. Понял. Мы еще вернемся. Спасибо, старина. Кто ж такой этот летописец мировой истории? Но судя по тому, что у него сзади огромная книга, он действительно летописец. А если что-то не сходится, то разумно сделать вывод, что какая-то часть головоломки все же упущена. Другими словами, в прошлом есть что-то, что тебе еще предстоит узнать. Сперва ты ищи все фрагменты истории. А даже если для этого потребуется прочесать все руины и деревни на континенте. Я останусь здесь. Когда решишь, что все уже найдено, возвращайся ко мне. Ну а что-то он меня напугал вот этим своим, на все руины на континенте и все деревни. Что-то это как-то странно звучало. И вот мы можем узнать, кто же такой летописец времен. Летописец времен? Ты тоже знала Мэйвини? Ну как сказать, он показался мне похожим на летописца. И когда я у него поинтересовался, он подтвердил мою догадку только всего. Он довольно-таки известный летописец, в особенности среди серафимов-долгожителей. Могла бы рассказать об этом нам. Увы, рассказывать об этом запрещено. Как людям, так и серафимам. А что будет, если нарушить запрет? Давайте сосредоточимся на поиске осколков мировой истории. Миклео, нам будет... Увидев все собственными глазами, можно понять скрытую в мифе истину. В этом-то и смысл, разве не так? В общем, отправляемся мы на поиски оставшихся радужных сфер, которые мы еще не нашли. А после этого мы придем сюда и поговорим с летописцем. А можно нам скидку, хотя бы на лекарства? Простите, но я ради этого уже рискую собственной жизнью. Эй, приятель, ты же понимаешь, что тебя обдирают, как липко? Понимаю. Но в этом районе мы можем рассчитывать только на странствующих торговцев. Но повышение рыночной цены в пять раз, это уже слишком. А в пустоши Завгат объявился буйствующий слон, который нападает на торговые караваны. Из-за этой опасности цены подскочили до небес. Если это просто слон, то ведь есть множество способов, как с ним поступить. Можно убежать, в конце концов. Но он раздавил многих всадников и пехотинцев. Определенно что-то в этом подозрительно. Неужели ты пастырь? Да, меня зовут Сарей. Вот это да! Мы так много о тебе слышали! Ты наша единственная надежда. Пожалуйста, не подведи нас. Дай нам знать, если тебе что-то понадобится. Я буду молиться, чтобы... Спасибо, эти слова много для меня значат. Я удивлен, насколько они набожные. В Локвине навсегда было так. Должно быть, эти люди восхищаются пастырями и уважают его всей душой, несмотря на происходящее в их жизни. Пора выходить на сцену к настоящему пастырю. Разве нет? Похоже на то. Так. Так, так, так. А с чего вообще стоит начать поиск этих самых радужных сфер? Так. Давайте купим карту. И подумаем. А, вот, еще и Нормина одного нашли. Так, это у нас плюс 10 к урону от Стихии Огня. Нам же нужна Лайла. Так, Лайла, Лайла. Вот, шпатовый лист. Отлич. Нам как раз есть одна свободная ячейка. Так, с чего нам начать? С чего нам начать? Может быть, сначала посмотрим, что там за слон такой? Если он объявился где-то в этой пустоши. Эм, нет, на карте его нет, поэтому куда идти и чего здесь делать, пока непонятно. В общем, все как-то слишком запутано. Да, то, что слон, нападающий на караваны, это Хелион, это как бы понятно, но... Где мне его искать, этого слона? Вот это непонятно. Ммм, виноградное желе. Восстанавливает 70% вуза. А вот это как бы штука... Топазовый меч, атака 135, да ладно! Берем, неужели... Нормальный меч какой-то попался? Причем, есть... Чего? Ммм, так. Вроде бы как купили. Давайте посмотрим, топазовый меч. Отлично, 135 атаки по сравнению с тем, что было раньше. У нас было 102. Всего лишь на прошлом мече. Ммм, так. Предлагаю в таком случае отправиться в трактир и посмотреть, может быть там будут какие-нибудь сценки с какими-нибудь подсказками. Меня уже тошнит от этих Норминов. Как того возможно? Все знают, что ты их любишь. Один даже у тебя на зонте. Роза, о талисмане лучше не упоминай. Может растянуться. Обожаю длинные истории. Давай, выкладывай. Хорошо. Но не говори, что я тебя не предупреждала. Этот малыш... Можно потянуть его за голову, и у него растянется шея. Так вот о чем ты говорила, может растянуться. С носом то же самое. Максимально растягивается так, что превышает его собственное тело. Фу. Теперь он даже на Нормина не похож. Это да. В общем, это как символ удачи. Амулет, оберег. Крылья. Крылья, лапка. Типа того. Я не вполне понимаю, но ладно. Ты носишь этот талисман, потому что он для тебя особенный? Совсем нет. Мне его дали, и я его прицепила. А нет, а мне на самом деле кажется, что талисман этот Нормин висящий. Он какой-то особенный. Наверное, дело в том... А, не в самом Нормине, а в том, кто его ей дал. Почему она... Роза, у тебя болит полученная от него рана? Ой, нет. Мне стыдно. Я так долго скрывалась от преследователей, и меня так глупо ранили. Да нет же, я поражена, что он... Творит такое без малейших колебаний совести. К тому же... Реакция Симона. Да, эти иллюзии были такими правдоподобными. Ее навыки поражают, но в ней есть что-то куда более странное. Ты про то, что она не поддается влиянию зла? Да, скорее даже про то, насколько безоговорочно она ему верит. На всем своим существом. Но как она могла? Она улыбалась, когда ее подстрелили. Как она могла настолько ему верить? Ответлый известен лишь ей. Однако, даже повинуясь приказам Хелдальфа, Симона оставалась Серафимом. Это факт. Получается, она была так опасна из-за своей чистоты. Злая ирония. Ага. Так, ну все равно непонятно, непонятно, непонятно куда идти. Я спущу все деньги, похоже на еду. Что-то я сегодня сильно устал. Да уж, сколько всего приходится делать. Теперь у нас есть и осколки мировой истории, и литописят. Мир, в котором мы живем, полон тайны загадок. Я тебя, я тебя понимаю. Неприятно, когда тебя постоянно водят за нос и не рассказывают всего. Да, но ведь так всегда. Да, звенет. Что ты хочешь сказать? В мире торговли все обстоит точно так же. Рынок, правила гильдии, торговые сети, маршруты поставок. Недомолвки, недомолвки при предложении цены. Каждый день мы стараемся раскрывать эти тайны. Понимаю, ты права. В нашем случае тайной покрыта личность Мателлуса, его прошлое. Ну да, я ведь пастырь все-таки. Тебе это нравится, правда? Разумеется. Он не шутит. Главное, чтобы ты все понимал. А что ж, давайте продолжим наш вечный бой. Так, и снова мы ничего интересного не узнали. Мне уже что-то денег жалко становится. Ладно, давайте еще разок попробуем. Тушеный кактус? Не могу поверить, что кому-то может прийти в голову съесть такое. Вообще-то это вкусно. Если так подумать, рацион здешних жителей крайне ограничен. Древняя мудрость. Вот что это такое. Нелегко людям живется. Трудно жить в условиях, когда тебе постоянно нужна еда, а ее попросту негде добыть. Именно поэтому им приходится учиться выживать на своих землях. А в этом они похожи на нас, Серафимов. Ведь мы тоже не можем обходиться без посторонней помощи. Наверное. Надеюсь, мы сможем восстановить отношения людей и Серафимов. А чтобы мы жили и работали вместе, ведь мы зависим друг от друга. Ведь так, Миклео? Честно говоря, я об этом никогда не думал. Мы просто росли вместе. Это было так естественно. Но ведь именно так и было много лет назад. Да, я надеюсь, что когда-нибудь эти времена снова наступят. Ради этого мы и сражаемся. Я не знаю, мне почему-то кажется, что не получится. Как бы Сарей ни старался, люди-то уже немного прогнили с тех пор. И снова восстановить вот этот вот мир между Серафимами и людьми, мне кажется, будет уже невозможно. Эй, господин пастырь, где Лайла и остальные? Они решили расслабиться в сауне. Сарей, а давай тоже махнем в сауну? Может, в другой раз? Да ладно, не будь занудой. Нам, мужчинам, не нужно церемониться. Но ты-то всегда наполовину неприкрытый. Да, мое тело на виду, зато путь к моему сердцу всегда закрыт. Поэтому я хотел провести это время с тобой, чтобы укрепить связь. Ну, как братья по оружию. Ты же не собираешься читать ветер, пытаясь подглядеть за девчонками в сауне? Ого, да вы весьма проницательный, господин пастырь. Не думаю, что это хорошая идея. Наверняка кто-нибудь заметит. Я не хочу рассматривать жизнь лишь с точки зрения победы или поражения. Стекающий по коже пот, румянец на щеках. Это чудное закрытое место. Сауна таит в себе чистую и естественную красоту. Царей, пойдем охотиться на цыпочек. Ах, тело аж поет от удовольствия. Присоединяйтесь, друзья. Ты про это говорил? Я вообще не до таких цыпочек охотился. Собрался. А за Вейд, оказывается, непрост. Совсем-совсем непрост. Так, и еще одну штучку с хомячим. Так, все, сценки закончились. Никаких наводок у нас нету. Попробуем поговорить с Розой. Может быть, она что-то знает. Что ж, значит, будем искать осколки мировой истории. Придется разыскивать их все по очереди. Спасибо за помощь, старик. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Опа! А вот, 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 вот. Ребята, я нашел, я нашел, я нашел. А, все. В общем, у нас отображается на карте, где находятся эти самые осколки мировой истории. Тогда начнем мы с первого осколка, который находится в озерном граде. Попытаемся отыскать его там. Нужно искать значок квеста. Звездочку. Так, а где их найти? Ладно, будем слушать людей. Может быть, они чего-нибудь скажут. В алтаре больше нет меча. Думали, его вытащить невозможно. Ой, да уже столько времени прошло, а они все об этом мече говорят. Да, времени прошло уже очень-очень-очень много. Там и пастырь свою силу продемонстрировал. Похоже, я что-то все-таки нашел. Эй, ты, сдавайся. Мы взяли тебя с поличным. Проклятие. Это этот голос. Это Хеллион. Его нужно очистить. Тебе что-нибудь нужно, великий пастырь? Могу я позаботиться об этом мальчике? Боюсь, что нет. Единственный способ задержать карманника, это поймать его с поличным. Но... Но он... Кто преступление совершает, тот потом и срок мотает. И возраст не важен. Этот парень был не готов к последствиям своих поступков в реальном мире. Эй, господин! Разрешите с Тарею хотя бы поговорить с ним? Слово, сказанное пастырем, может скорее наставить этого парня на пути скупления, чем любой срок заключения. Это бесполезно. Ну же! Вреда от этого точно не будет. Или вы не хотите, чтобы Сарей побеседовал с этим мальцом? Я такого не говорил. Просто это было бы тратой времени. А вы сказали, что парень был не готов к тому, что ему придется отвечать за последствия своих преступлений. А вы готовы? Что? Я принц джигги для купцов, путешествующих по всему миру. Думаете, я не знаю, почему карманные кражи представляют такую серьезную проблему? Понимаю. Сколько вы хотите? Не нужно опускать меня до своего уровня. Гильдия воробьиное перо в первую очередь. Сарей, мы тоже отведем этого парня тоже. Стража, чертов два в живой отроде. Ты пальцами ее не тронешь. Пастырь! Эй, хватит, прекратите! Сарей, за ним! Сарей, я тоже последую за ним. Пожалуйста, очистите этого мальчика. Пастырь ты или нет, я при исполнении. Не смей мне мешать. Страж, оставь его в покое. Даже мы можем сказать, что с тобой что-то не так. Да, что ты за страж такой? Думаешь, мы не знаем, чем вы занимаетесь, когда никто не видит? Ах, ты ж негодяй! Думаю, здесь все понятно. Пойдем за Розой. Да, так и есть. В общем, люди в этом городе явно на нашей стороне. И несмотря на то, что Малец этот совершил кражу, и Сарей не хотел его отдавать под стражу там, но люди все равно заступили из-за Сарея, значит, из-за этого мальчика. Получилось. Все кончено? Возможно. Походим за ним немного. Он наверняка приведет нас прямо к своему дому. Он пойдет, а мы сядем ему на хвост. Это может сработать. Ладно, Сарей, Роза, вы спрячетесь, я пойду разбужу его. Похоже, они сами приняли решение. Тебя это устраивает? Ну же, нам нужно это сделать, или Розочка будет беситься до конца дня? Ну, если нам нужно всего лишь следовать за ним... Так, посмотрим, куда он нас приведет. Думаешь, теперь он перестает лазить по карманам? Мы ведь его очистили, в конце концов. Я в этом не уверена. Ходили слухи о целых шайках-карманниках. Правда? Нам нужно узнать, делал ли он это по собственной воле, а сам или в какой-то группе. В общем, нам мало его очистить. А Сарей хочет узнать, что послужило причиной вот этого вот дела. Что ты имела в виду, когда сказала, что понимаешь, почему карманные кражи, это серьезно. Стражи часто отпускают воров в обмен на часть добычи. Но когда Стражи нужны показатели, они устраивают облавы, а в этом, видимо, вот все и дело. Не может быть. Да может, Сарей, вот точно как в реальной жизни абсолютно то же самое. Так, где же этот мелкий живет-то? Смотри, он заходит. Дворянское поместье? Это явно не его дом. Думаю, это логово банды карманников. А это значит, что этот особняк является их базой? Что-то мне подсказывает, что он не бросит воровать. Да уж, ладно. Мы еще не закончили. Роза, жаль, конечно, но я не уверена. Лайл хочет сказать, что это всего лишь проблема, характерная для людей. Конечно, это не совсем то, во что следует ввязываться пастырю. Извините. Если он делает это по своему желанию, то пусть тогда разгребает последствия. Но если воровать его составляет банда, то это совершенно другая история. Я должна проверить, как обстоят дела. Ага, я тоже так подумала. Понимаю. Давайте проверим на всякий случай. Ты уверена? Но не более того. Понятно? Сарей, Роза, хотите вы этого или нет, но силы пастыря и оруженосца могут оказывать значительное влияние на человеческое общество и дух людей. Пожалуйста, не забывайте об этом. Хорошо. Мы просто поглядим, кто входит и выходит. Как скучно. Подумай только, несколько дней подряд ничего не происходит. Вы все можете вернуться в трактир, а я останусь здесь. Все в порядке. Кто-то выходит. Похоже, мы могли все неправильно понять. Эти дети, думаешь, их не заставляют чистить карманы? Отправляйся за ними. Роза, я проверю внутри здания. Спасибо. Ничего крупного не брать, ясно? Только деньги, драгоценности и все такое. А думаешь, у них есть что-нибудь такое? Этот партнер на что-то сделал и теперь куча народу жертвуют разные вещи и светилища. Класс. Священники не станут наезжать на детей, а будут проблемы, мы всегда можем расплакаться. Я в этом спец. Ну, как тебе такая идея? Для нас хорошая, для них не очень. Так вот, значит, какие нынче дети пошли. Опасное время. В этих детях почти нет никакого зла. Жестокость детей настоящего настолько искренняя, что может превзойти даже жестокость самых порочных взрослых. Да, в общем, детишек, похоже, никто воровать не заставляет. Скорее всего, они сами решили этим заниматься. А узнаем подробности этой истории мы уже в следующей серии. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.